Здравствуйте! Женя дома? Я одноклассник. Дома, дома, проходи. Как тебя? Петя. Проходи, Петя. Ступай на кухню, приказала бабка. Любишь пирожки с яблоками? Да, я испытал облегчение. Пирожки не суп, не котлеты и тем более не каша. Некоторые пичкают детей в обед кашей. Брр. Вообще, домой к друзьям в обед лучше не соваться. Родители непременно усать за стол. Ну и насчет шитажировать. Не выйдите, пока все не съедите. Или еще хуже, стравливать. А ну, кто быстрей? И ты ешь. А куда маленькому деваться? А сладкие пирожки другое дело. Сев за стол, получил пару румяных и компот. Расправился с угощением в пять минут. Тут же получил еще. Едва доев пирожок до половины, появилась красивая девочка. Моих лет. Одиннадцать, не больше. Она была угрюма и оттого еще краше. Такие у нее голубые глаза и вздернутый носик. Женькина сестра, смекнул я, хотя прежде ее не видал. Ожгла глазами, нездороваясь, небрежно села напротив и получила известную порцию укора в пику аппетиту. Смотри, как мальчик хорошо кушает, попенялась старухе девчонка. А меня погладило по голове. Летчиком будет, героем СССР. А я-то хотел космонавтом, трижды героем. Но я все равно почуял превосходство над противником. Этим бы все и кончилось. Но лишь бабка вернулась к плите, как девчонка показала мне длинный язык и оттопырила уши. Ах так, вспыхнул я и забил в рот оставшуюся половину пирожка. Едва проглотил. Выступили слезы. Девчонка красноречиво вертит у виска пальцем. Скачут ее глаза и плечи. Тоже словами, кушай, кушай, деточка. Мне подкинули еще горяченьких. На это, деточка, девчонка беззвучно трясется. Картинно схватившись за свой тощий живот. Ей бы и в дурдом на руках бы носили. Я беру пирог, кусаю, насколько хватает рта. Пару взмахов челюстью глотаю. А девчонка не сводит меня на смешливого взгляда. Глазища ее обидно не мигают. Женька, дурак, все не идет. Пирожки съедены. А вот с пылу, с жару, все мечет и мечет старуха. Я уже набит пирожками, но не сдаюсь. На седьмом пирожке у девочки сползла с лица улыбка. На девятом она со страхом глядит на меня. Победа! Победа не радует. Глянь, как хорошо кушает твой одноклассник, призывает старуха девчонку. А ты? Он не мой, мрачно ответила та. А чей же? Хохотнула старуха. Не знаю. Дурачок какой-то. Вот я тебе по губам. А ну извинись! Прикрикнули на нее. Извините, конечно, фыркнула девчонка, но я его не знаю. Откуда он вообще? Мальчик, ты кто? После стольких скормленных мне пирожков осторожно интересуется старуха. Ты Женю знаешь? Я ей с паузами и одышкой. Нет, знаю только вашего мальчика, Женю. А у нас нет мальчиков. Подгорали пирожки. Старуха хлопала глазами. Живот у меня разнесло, как на сносях. Дыхание сделалось поверхностным. Вот-вот и пирожки выйдут боком. Чтоб не сказать хуже. Ты в какую квартиру пришел? Номер? Спрашивает меня старуха. Сорок пятую. А это сто пятнадцатая. В общем, я ошибся подъездом. Женька-то у нас в классе новенький. Да и я всего раз был у него. И даже в квартиру не заходил. Обождались мальчиками на лестничной клетке. Нагибаюсь, обуть ботинки. В глазах темнеет. Так объелся через эту девчонку. Да зазря. Покраснел. Отдуваюсь. Под полбу. Шнурки не даются. Плюнул. Хотел так уйти. Помереть. Но старуха сама зашнуровала. Женька победоносно стоит, руки вбоки. Ухмыляется. Ой, как мне плохо. Заходи еще, виновата сказала бабка. Следующее воскресенье беляши с мясом. И тут я упал в обморок.